Я говорил о том, что проводить в параллели, скажем, шахматные партии, потому что это популярно. Я прихожу на какую-нибудь передачу, мне говорят, а вот скажите, как идёт там шахматная партия. Вот Путин, я говорю, шахматная партия там, где правила есть, понимаете, в принципе. Путин играет в другие игры, и, скорее всего, аналогия, лучшая аналогия, это покер. И здесь в данном случае вопрос не краплённых карт, а в том, что Путин блефует. А западные лидеры, если их так можно назвать лидерами, они сбрасывают карты. То есть, ну вот, скажем, Путин имеет там две пятёрки, а ведёт себя как будто у него флэш-рояль. У Обама там, может быть, там фулл-хаус в руках, понимаете, но он сбрасывает карты каждый раз, когда Путин поднимает ставку. Вот очень важно, что Путин, как опять, это тоже черта диктаторов, которые долго находятся у власти. Он очень хорошо читает партнёра, то есть, в принципе, естественно, и Сталин был такой. То есть, это выживание там, вот в этих диктаторских сферах, в стратосфере, зависит от умения чувствовать слабость оппонента. Соответственно, реакция на слабость, она как бы, вот надо захватить всё больше. То есть, как бы это, знаете, как там газ, вот если место появляется, оно захватывает. То есть, в принципе, вакуум уже не бывает в геополитике. Отступили, захватили. Сирийский кризис, в котором Обама появился так позорно, в принципе, какая-то красная линия, там черта, и всё, а потом отступили. Показали Путину, что на самом деле можно двигаться дальше. То есть, я говорил ещё, когда это произошло, что последствия будут далеко за пределами Сирии или Ирака. Потому что действия, точнее, бездействия Обамы там, вот это совершенно позорное заявление о том, что вот всё, красная черта, а потом Америка отъехала, дало Путину уверенность, что он может делать всё, что угодно. Поэтому, в принципе, единственный способ – это как бы «call the bluff», это заставить открыться. И опять, возвращаясь к историческим параллелям, никогда ещё политика умиротворения и демонстрация слабости не останавливала диктаторов. Никогда. Диктаторов останавливала сила. Проблема в том, что если вы постоянно уступаете, то они могут перейти к красную черту. То есть, я убеждён, что, конечно, там безнаказанность, которую Гитлер захватывал в европейские страны, убедила его в том, что Англия не вмешается, если он захватит Польшу. Ну, просто в какой-то момент уже даже Чимберлену отступать некуда. То есть, чем больше вы отступаете, тем хуже будет ситуация, в которой вам придётся вступить в конфронтацию, потому что диктатор не останавливается. То есть, мы спрашиваем, как нормальные люди, вопрос «почему?». А диктатор спрашивает «а почему бы и нет?». Вот если оно тут лежит, что же не забрать-то? И многолетняя демонстрация слабости. Опять, не будем забывать грузинскую войну. Запад же сглотнул это по полной программе. Собирали огромные комиссии, которые, в общем, сказали, ну, вот тут непонятно, кто виноват. Это мне напоминает, как советско-финская война. Вот я когда читал учебники, в общем, маленький был, я не могу понять, как это могла Финляндия напасть на Советский Союз. Вот такая вот Финляндия напала на Советский Союз. То же самое здесь. Грузия напала на российских братворцев. Ага, конечно. Никто не понимал вообще соотношение сил. То есть вот эта безнаказанность в действиях его, способность переламывать ситуацию, потому что они все равно отступят, они убедили его в том, что ничего не будет и здесь. И, кстати, сейчас мы, между прочим, продолжаем находиться в этой очень опасной парадигме. Потому что действия Путина и его окружение во многом связаны с тем, что они не верят, что санкции будут бесконечно долгими. То есть все равно где-нибудь прогнутся. Все равно как-нибудь мы их там нагнем, они отъедут, потому что там проблемы. Вот сейчас наступает постепенно прозрение. То есть они вдруг поняли, что могут и не отменить. И вот даже вот эти весьма, скажем так, неуверенные в себе лидеры свободного мира, они вдруг тоже сообразили, что на самом деле, в общем, жесткая позиция, она приносит свои результаты. Просто другого варианта нет. Совершенно очевидно, что необходимы какие-то шаги, которые позволили бы эту агрессию остановить. Когда говорят, что противостояние Путину, ну как это можно, он такой крутой, у него там армия, ну хорошо. А в 1948 году, когда Трумин 11 месяцев держал воздушный мост с западным Берлином, вы что, будете серьезно утверждать, что Сталин в 1948 году менее опасен, чем Путин сегодня? Просто подумаем на секунду. 11 месяцев американские самолеты возили в западный Берлин, окруженный, все необходимое для жизни. И Сталин не сбил ни одного самолета. А почему? Потому что знал, что Трумин отреагирует. Трумин уже показал, как он может реагировать. То есть, на самом деле, как только они сталкиваются с жестким противодействием, они отъезжают. Так же был в 1962 году. Пока Кеннеди отступал, кончил с советскими ракетами на Кубе. Как только дошло до финальной черты, отъехали. Рейган в 1980-е годы вел себя жестко. Опять, не надо мне рассказывать, что СССР в 1980-е годы был слабее, чем Россия сегодня. Все упирается во многом в готовность лидеров свободного мира противостоять агрессии. Пока мы видим очень робкие шаги в правильном направлении, но очень робкие шаги. Но все равно, рано или поздно, я полагаю, что демократия даст адекватный ответ. Продолжение следует...